Казахстанские врачи бьют тревогу. В силу плохой наследственности слабовидящими рождается много младенцев. Проблемы со зрением усиливает еще и то, что современные дети быстрее начинают пользоваться смартфонами, нежели ходить. В трехстаких школах Казалардинской области уже решили вести запрет на использование гаджетов. До мирового жизни цифрового поколения. С макияжем современные девочки экспериментируют не с настоящими куклами, а с виртуальными. У пятилетней Тани свой телефон и пользоваться смартфоном она начала почти с пеленок. Когда ребенок начинает кричать, детям проще дать телефон. И вот это родительская наша беспечность. Я лучше дам телефон и завлеку его на 5 минут, потом это 10 минут. Ну и соответственно, приходим уже к тому, что даже ванну мы принимаем, а у нас телефон с мультиками в ванной. Итак, с гаджетами в руках дочери Ольги залипают часами. Схожая картина и в тысячах других семьях. Может быть, вы его? Дети отказываются есть и закатывают истерику. Отбери у них электронную игрушку. Тем временем врачи бьют тревогу. За последние годы количество детей с близорукостью в стране увеличилось в 20 раз. Домик видишь? Вот смотри на домик. Многие к подростковому возрасту имеют целый букет заболеваний. Конъюнктивит, нарушение психики, деформация позвоночника. Смартфоны, вы знаете, конечно бы я вообще не рекомендовала. Ребенок при длительном наблюдении за движущим монитором экрана, он старается его приблизить. В этот момент происходит, мы говорим, синдром сухого глаза у детей развивается. Разрыв слезной пленки. Замороженного вот так сидит, смотрит он на близком расстоянии. Хотя расстояние от компьютера, от монитора до глаза ребенка где-то должно быть 60-70 сантиметров. Но от современных технологий далеко не уйти. Поэтому офтальмологи рекомендуют детям с 3 до 4 лет пользоваться гаджетом около 15 минут в день. В последующие 5 лет не больше получаса. И только к 14 годам время, проведенное подростками с гаджетами, достигает 50 минут в день. На самом деле дети все понимают. Если просто отключить интернет, это не изменит ситуацию. Потому что ребенок так или иначе как не понимал, так и не будет понимать, что какое-то время нужно уделять, допустим, игре, какое-то время нужно уделять занятиям. Иначе все приведет еще и к тому, что ребенок со временем станет замкнутым. На школьных переменах каждый живет в своем виртуальном мире. Во многом поэтому в трехстах школах Казалардинской области решили запретить использование всевозможных гаджетов. Эффект, как говорится, налицо. Ученики как бы стали больше заниматься. Они стали лучше понимать темы. У нас поднялось качество знаний, успеваемость улучшилась и поведение учеников улучшилось. Мы научились общаться друг с другом. Пойдут ли на такие меры другие образовательные учреждения, пока сказать трудно. В целом ни одного документа нет, запрещающего пользоваться на сегодняшний день этими телефонами. В школах, согласно наших нормативных документах, есть правила внутреннего распорядка школ. Под этим документом школы имеют возможность предусматривать определенные нормы внутри одной школы. Побочный эффект от цифровых технологий получила Южная Корея. Каждый второй из жителей этой страны носит очки. Улучшить качество зрения корейцы при всех своих достижениях в области медицины пока не могут. В нашей стране эту проблему решить невозможно. Остается только рассказывать через СМИ о вреде смартфона. Особых упражнений для восстановления зрения нет. Единственный выход – сократить время использования гаджетов. Устоять перед ними, конечно, непросто. Век цифровой. Такие числа вы поставите, такой размер там установится. И взять от технологий нужно что-то полезное. В Алматы смартфонозависимость детей направляет в программирование. Ну, сейчас мы создаем игры, анимации создаем. Не сложно? Если слушать, то не сложно. Развитие ребенка во многом зависит от родителей, их терпения и настойчивости. Где-то простых объяснений, что за виртуальной игрой существует и реальная дружба с домашним питомцем. На Миробу Владимир Бовкин, Мансур Яскужин, Рахан Тажибаева, Владислав Цой и Айдос Медельбеков. Итоги дня.